Сердце – наш самый главный орган. По статистике, заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место в мире. А с появлением COVID-19 риск развития патологии сердца из-за осложнений увеличился в разы. Чтобы этого не произошло, задача медработников – тщательно следить за состоянием здоровья тех, кто переболел коронавирусом. Чтобы усовершенствовать ряд навыков в этом направлении, в городской больнице состоялась видеоконференция со специалистами Тюменского кардиоцентра. Юлия Шаркова продолжит тему. В конференц-зале городской больницы собрались лучшие специалисты медучреждения. Сегодня на связь с ними выходят врачи Тюменского кардиоцентра, чтобы дать коллегам собранную за весь период пандемии информацию о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему. Ведь главное сейчас – помочь пациенту как можно быстрее справиться с осложнениями. Конечно, такие данные есть и у наших врачей, но в деле борьбы с еще до конца не изученной инфекцией важна кооперация и обмен опытом. Больше чем опыта, чем в Новоуренгойской больнице, нет в принципе на Ямале ни у кого. Ведь большее число, количество пациентов с ковидных именно прошло через руки наших врачей, через наши госпиталя. И мы сейчас имеем негативную тенденцию в плане роста смертности именно от болезни средствосудистой системы. И на втором месте уже ковид. И мы можем сказать смело, да, и все, в принципе, мир об этом заявляет, что есть прямая взаимосвязь с перенесенным ковидом. Сейчас новоуренгойскими врачами разработана система контроля состояния людей, перенесших коронавирус в средней или тяжелой степени. Осложнения после ковид-19 зачастую связаны со свертываемостью крови, поэтому контроль состояния здоровья выходит на первый план. Таких пациентов в обязательном порядке обзванивают. При необходимости приглашают на дополнительные исследования. Если анализы покажут риск развития тромбов, человеку назначат кроворазжижающие препараты. Есть такие мелкие сосуды, как коронарные, которые питают именно само сердце. И совсем маленькие, малюсенькие. И при закупоривании именно этих сосудов возникает тот самый пресловутый инфаркт миокарда, который мы все наверняка слышали. Мы таких людей должны выявлять и своевременно отправлять либо в ноябрь, либо в салихард, либо за пределы округа для диагностики ранних вот этих вот изменений. Во всем мире болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место по смертности, второе занял ковид. Но в Уренгой не стал исключением от болезни сердца. В прошлом году скончались 174 человека. Второе место в этом году занял ковид. 19. У нас умерло за нашим городом, за территорией пошло 114 пациентов. Причем характерно, что более 70% это мужчины. Остальные 20 с кусочком скромные занимают женщины. Вот сейчас пытаемся понять причину. Именно для того, чтобы разобраться в причинах и избежать серьезных последствий коронавируса, и нужны такие мероприятия, чтобы в будущем свести риск осложнений к минимуму. Юлия Шаркова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».